Продолжение следует... Мы вышли на решение, что более эффективно было предложение эффективно или эластично отключиться или снизить мощность на 9 месяцев в году, с условием, что 3 месяца в году интенсивно используется подключенная электроэнергия. Это решение будет доступно клиентам с подключением к мощности свыше 100 амперов и нагрузкой сети 15%. Если клиент снижает мощность раз в год, ему это обойдется в 60 евро. Для домохозяйств, у которых есть мощное подключение, но большую часть времени они потребляют мало, также было найдено решение. Они смогут раз в год возобновить мощное подключение на месяц. В комиссии по регулированию общественных услуг говорят, что нововведения не должны привести к подорожанию услуг Saddle и Stakels. На данный момент, по нашим оценкам, влияние должно быть минимальным. Мы действительно могли бы поддержать тех производителей, которые уже платят за электроэнергию. Если есть нагрузка сети в 15%, то это означает соответствующую плату. Дополнительно надо оценить, каким будет обязательный закупочный компонент в следующем году. По прогнозам Минэкономики, обязательный закупочный компонент должен стать дешевле. Представители сельскохозяйственных организаций остались довольны решением. Они больше не требуют отставки министра экономики. Если все пойдет так, как сегодня презентовали, министерство, садалосты и эклы, да, и регулятор, тогда вообще-то решение довольно хорошее найдено. Дзеннис отметил, что это солидарное решение, в котором есть свои плюсы и минусы, как для сельского хозяйства, так и для промышленных предприятий. Министр экономики, в свою очередь, призывает всех клиентов, у кого есть подключение к электричеству, которым они практически не пользуются, отказаться от него, чтобы эту мощность можно было перенаправить тем, кому она нужна. Ксения Колесникова, Ивар Джапицкис, Мартин Шпрешкалнс, Латвийское телевидение.